Ведах людей, которые побеждают свою судьбу, называются парамахамсами. Пара означает похожий, сходный. Хамса означает лебедь. У лебедей есть два свойства. Это сравнивается с лебедями, потому что есть два свойства. Там больше свойств, но есть два основных свойства. Первое свойство. Лебеди, когда плавают по воде, их перья не смачиваются, они остаются сухими, потому что они покрыты определенной смазкой. Они не мокнут, не намокают в воде. Второе свойство – это способность. Если, допустим, вы нальете в стакан молоко и лебедю дадите, он будет вот так определенными движениями пить, что вода будет отделяться от молока, все молоко останется во рту, а вся вода выйдет наружу. Вот эти два свойства означают. Первое свойство – человек живет в обществе чистой жизнью, несмотря на то, что общество живет грязной жизнью. Почему он так живет? Сейчас объясню. Секрет заключается в том, что человек, который хочет, желает постоянно людям счастья и старается не замечать их недостатки, их грехи и плохое настроение не касаются такого человека. Но это очень трудно, но так надо жить, понимаете? Всегда оскверняет. Как ты оскверняешься людьми? На тебя кто-то ряфнул, тебе тоже хочется ряфнуть. Это называется осквернение. Когда две собаки на улице гавкают, трудно понять, какая из них святая, а какая нет. Они одинаковые. Ты не видел, кто начал гавкать первый? Ну, они гавкают одинаково громко, понимаете? Вот, поэтому очень четко надо эту вещь понять, что настоящий человек не гавкает. Он не отвечает вот этим, тем же самым. И поэтому он не смачивается этой грязью, он ее побеждает в своем сердце. Понимаете? Вторая вещь. Человек должен отделять молоко. Вот, допустим, есть муж, у него там куча недостатков, особенности в наше время. Надо отделить это все и не обращать на это внимание, а обращать внимание на его хорошие качества. На что мы обращаем внимание? С тем мы живем. Что мы культивируем, то увеличивается в человеке. Хорошие качества начинают в нем вытеснять плохие, у него просыпается голос совести, он начинает тебя уважать, ценить, любить. Это называется лебедь уже. То есть человек должен стать таким лебедем в сердце, он должен выбрать такую жизнь. Это очень смелый шаг, очень смелый шаг. Но без этого шага невозможно быть счастливым в жизни. Невозможно. Надо сражаться со своим желанием, доказать близкому человеку, исправить его. Надо исправлять себя и служить близкому человеку. Два вида служения. Два вида служения. Первый вид служения, заботиться о нем. Второй вид служения, с любовью, говорить ему правду. Мягкую правду, мягкую. Иногда в шутке даже можно это делать. Иногда молчать. Правда иногда. Самый первый способ говорить правду, это думать о правде, но не говорить. И делать это с любовью. То есть он говорит, ну что, у нас с тобой классные отношения. И ты смотришь на него, киваешь ему с любовью и молчишь. И он все понимает. Потому что близкие люди все понимают. Не всегда человек готов принять правду, но он чувствует ее, и он будет меняться в результате. Потому что с любовью, как исправить человека? Вот сколько у тебя любви есть, столько ты можешь исправить. Допустим, кто-то палкой кого-то ударил там, на улице, допустим. Ты можешь помочь этому человеку? Можешь, конечно, наказать. Если ты по природе должен наказать, накажи. Допустим, ты девушка, да? Он ударил там, ты не можешь наказать. У тебя нет силы. Помоги. Помоги этому человеку понять. Подойди к нему и скажи, зачем ты это сделал? Хорошо, не можешь подойти. На расстоянии скажи. Но скажи так, чтобы он очухался, чтобы он понял, что не так поступил. А если он не может понять, значит, его надо наказать. Вызвать милицию. И с добрым сердцем опять это сделать. Что, вы думаете, нельзя с добрым сердцем милицию вызывать? Можно. Веды говорят, на суде судья должен приговор преподносить своему наказуемому с добрым сердцем. И тогда наказуемый примет это. Понимаете, ему все равно садиться в тюрьму. Но если он видит, что на него судья смотрит с добрым сердцем, то он думает, что все нормально у него в жизни. В это время, понимаете? Потому что он верит, что Бог правильно как бы меня накажет. Наказание — это всегда проблема. Но кого наказывали, те знают. Что когда добрые глаза у того, кто наказывает, значит, ты принимаешь это. Понимаете? Ты можешь принять. И так, смотрите. И так, смотрите. Когда мы злимся. Также мы не хотим принимать судьбу в отношениях с этим человеком и служить ему во что бы то ни стало. Мы служить хотим, когда он хорошо себя ведет. Это ведь не означает любовь. Это просто означает играть в свои игры в семье. И это никогда не приведет к тому, что наступит чистая и честная атмосфера в личной жизни. Мы добиваемся своего в семейной жизни. Означает, будут продолжаться страдания. Особенность отношений в наше время такова, что иногда близкий человек уходит навсегда. Раньше такого не было. Раньше семьи были очень крепкими, сейчас нет. Иногда такое бывает. Надо принимать это в виду. Что такое может быть, что близкого человека скашивает судьба. То есть он уходит к другой женщине или жена уходит к другому мужчине. Такое бывает. Это особенность. Надо это принять, что иногда не удается семейной жизни. И надо начать сначала. Ничего не сделаешь. Таковы особенности. Не надо думать, ой, все, я не смогла семью сохранить, значит, у меня не будет счастья. Или особенностью отношений является то, что иногда человек бросает близкого человека. Но потом узнает, как жить правильно. Раскаивается и начинает опять сначала. Это тоже особенность. Некоторые думают, я бросила все, теперь никогда счастливой не буду. Обязательно будешь. Обязательно. Надо просто начать жить правильно. И все. Особенность наше время заключается в том, что люди не так сильно наказываются высшими силами, как раньше. Почему? Потому что они живут в ужасной среде. Мы живем в ужасной среде, в которой нет ни честности, ни верности, ни культуры. Понимаете? Из-за этого высшие силы не так нас наказывают. Если человек встает на правильный путь, они будут ему помогать. Заботиться о нем. В наше время главное встать на этот правильный путь. Это очень трудно. Потому что большинство людей тебя даже не поймут, чего ты хочешь. Они будут считать, что ты вообще какой-то сектант. Не дай Бог же не сказать мужу, что надо меньше сексом заниматься. Капец в семье. Это особенность в наше время. Поэтому не нужно этого делать. Допустим, муж не понимает, как правильно жить. Это особенность в наше время. Смотрите, в предыдущей эпохе мужчина шел вперед, женщина шла за ним. Вот идеальная семья, я вам сейчас расскажу, как должна состоять. Мужчина идет вперед в духовной жизни, он работает над собой. Женщине это тяжелее делать по природе. Почему? Потому что у ней больше желания счастья. Личного счастья. Счастья в жизни. Поэтому женщина очень привязана к детям, к обществу. Она привязана вот как к этой обычной жизни земной. Женская так психика устроена. Понимаете? Чтобы вы знали это. Поэтому женщине не нужно требовать аскез, чтобы она под ледяным душем стояла, рано утром вставала, чтобы она раз, два, три, четыре и так далее. Женщина не обязательно должна это делать. Мужчина должен это делать. Он идет вперед. Мужчина идет вперед. А женщина за ним. Потому что у женщины есть также и хорошее. В чем это хорошее заключается? Верность природная. Способность верить в настоящих людей. Способность идти за кем-то. Способность слушаться. Способность вдохновляться истиной. У женщины сердце открытое на истину. Очень близко к истине стоит. Она способна это видеть. Ей легко идти за тем, кто идет вперед. Вот так создан этот мир на самом деле. Мужчина идет вперед, женщина за ним. Естественным образом. В наше время ситуация другая. Мужчина идет куда? Колом. Обычно. А женщина куда идет? Она пытается вверх. Она тянет за собой мужчину. Это особенность в наше время. Женщина тянет за собой мужчину. Мужчина висит на ее... Ну, в духовном плане. Висит на ее шее. В духовном плане имеется в виду. Что делать? Тянуть дальше. Молиться, общаться, получать благословение духовное. Тянуть дальше мужа. Потому что женщина должна вытянуть сначала. Это ее судьба. Муж – это олицетворение ее судьбы. Ее судьба не дает ей быть счастливой, спокойно жить. Идти за мужем. Означает за ним идти. Невозможно в наше время. Женщина тянет на себе мужчину. Очищает отношения. Постепенно мужчина поднимается. Потому что любовь возвышает мужчину. Он возвышается. Наступает такой момент, что он встает на ноги. Такой трезвеет. Потом совесть у него начинает просыпаться в жизни. Потом он начинает работать над собой. И постепенно все восстанавливается. Как должно быть становится. Нужно время для этого. Что? Напрямую разговаривать. Вот хороший вопрос. Напрямую можно разговаривать или нельзя? Вот смотрите. Сейчас я вам объясню ситуацию. Два человека без кожи. Можно трогать, нет? А что произойдет? Больно будет. О чем вы разговаривать-то хотите напрямую? Вы хотите разговаривать о том, что вы хотите жить счастливо в семейной жизни. А он является вам вашей судьей. То есть он пришел наказывать вас в вашу жизнь. А вы ему говорите, ну веди себя по-человечески. Он не входит в планы. Понимаете, люди, они сами не понимают того, что они являются марионетками в руках высших сил, близких отношений. Вот допустим, жена должна со мной вести себя хорошо, а там не входит в планы, понимаете? Не входит в планы. Как, допустим, один человек молился, самолет летел вниз, падал, и человек молился, молился Богу, он искренне молился, Бог откликнулся. Я, говорит, могу вас спасти. Но, говорит, для чего я с пять лет вместе-то собирал? Не входит в планы, понимаете? Поэтому надо молиться не о том, чтобы самолет как бы не погиб, а о том, почему мы падаем, в чем причина. Что мы такого сделали плохого? Надо раскаиваться, понимаете, а не просить спасения. Вот в чем заключается ответ на ваш вопрос. Чего вы хотите? Вы хотите личного счастья? Зачем? Да, вы уверены? Нет, вы хотите, чтобы вы были с ним счастливы, счастливы в духовной жизни. Невозможно точно, стопроцентно, ну что вы говорите? Вы же не хотите, чтобы сосед пришел в духовную жизнь, правильно? Ну, хотите, но не так сильно, правильно? Молитесь за соседа. Вот если вы хотите, чтобы кто-то пришел в духовную жизнь, за соседа молитесь. У вас больше получится, знаете почему? Потому что это будет бескорыстная молитва. Если вы будете думать, сосед, дядя Вася, пускай придет в духовной жизни, у вас есть желание, чтобы кто-то пришел в духовную жизнь, молитесь за соседа. Ему уже станет легче. Да, ему станет легче. Почему? Потому что проблема-то, знаете, в чем заключается совместность жизни? Что мы от желания быть счастливыми душим друг друга. Можно душить друг друга с помощью невежества, то есть просто издеваться друг над другом, а можно душить также друг друга с помощью благости. Ну, вставай, давай, вставай. Уже пять утра. Давай, вставай. Давай, поднимайся. Давай, иди под холодный душ. Давай. Мясо кушать не будем, мы вегетарианцы. Где этот Олег Геннадьевич? Я убью, убью. Олег Геннадьевич тут ни при чем. А я дедушку не бил, я дедушку любил. Понимаете? Это то же самое, что ради себя у женщин. Ой, ну вообще, ну ругаться со мной начала. Ну, вы расслабьтесь сейчас, я сейчас вам скажу правду. Но это горькая правда. Смотрите, женщина наслаждается счастьем других людей. В этом природа женщин. Близких имеется в виду. Вот, допустим, ребенку хорошо и женщине хорошо. Допустим, муж наелся, сытый. Женщина испытывает больше счастья того, он сытый, чем он сам. Он об этом не знает даже. Он думает, я наелся, мне хорошо. Он не знает, как хорошо жене от того, что он наелся. Поэтому она его кормит. Когда она накормила мужа, она смотрит на него, ему хорошо. Она думает, о, классно. Теперь не будет орать. Я что-то не так, женщины, сказал? Все так. Поэтому, как бы, понимаете, если вы хотите для своих детей что-то сделать, для своих детей, и вы честно так настроены, оставьте мужа в покое. Вот вы увидите, как дети счастливы станут сразу. Ведь первая стадия, на самом деле, нормальных отношений, любви, первая стадия, она ведь нам неизвестна. Первая стадия означает, никто никого не трогает. Или, если меня трогают, то я не отвечаю тем же. Вот смотрите, если меня трогают, допустим, жена хочет меня поменять к лучшему. Это хорошо или плохо? Хорошо? Конечно. Вот меня моя жена хочет поменять к лучшему. Я счастлив. Она меня меняет к лучшему, а я ее не трогаю. Она оценила это? Ну, кто больше любит, тот, кто не трогает, или тот, кто меняет к лучшему близкого человека? Значит, кому будет больше благодарности в семье? К тому, кто не трогает. В этом принцип заключается. Принцип любви в чем заключается? Отстать от близкого человека, перестать его мучить. Это серьезный подвиг в жизни, на самом деле. Ведь у нас есть как бы основания мучить, мы знаем почему. Но любовь начинается, когда мы перестаем мучить близкого человека. Я вам это сказал, через неделю вы это уже забудете. Что мучить-то хочется близкого человека. Хочется. Или некоторые думают, Олег Геннадьевич, это не мой случай. Исключение из правил. Некоторые думают, а не работает система. А вы не пробовали эту систему. Мы пробуем не ту систему, поэтому и не работает. Настоящая система очень простая. Сначала мы не трогаем близкого человека, работаем над собой. Потом мы видим результат этой работы в виде благодарности у сердца близкого человека. И из сердца близкого человека выходит благодарность. Благодарность дает возможность ему говорить добрую правду. Потому что благодарность заставляет слушать, ничего не сделаешь. Он заставляет слушать правду о себе. Когда ты говоришь правду, раньше человек в штыки воспринимал. А теперь ты говоришь правду нежно. И он слушает. Он, конечно, как бы не хочет, но он слушает. И потом будет меняться. Когда человек услышал, он будет меняться. Он уже не сможет так жить, как раньше. Потому что мы слепы в своих ошибках. Слепы. И слепость эта возникает в борьбе. Мы боремся друг с другом за свои права. Поэтому мы слепы. Мы не можем слышать правду о себе. Но когда человек перестал бороться, то он сначала себе глаза открывает и понимает, что он сам виноват в своих проблемах. Это очень болезненный путь. Длится какое-то время. А потом он может открыть глаза также близкому человеку своему. Наступает настоящая нормальная семейная жизнь. В смысле, пример. Если, вот смотрите, ведическая культура. Сейчас вам объясню. Кто сказал, можно пример. Поднимите руку. Ведическая культура означает, что если человек что-то говорит, значит он это сделал уже в своей жизни. Понимаете? Если вы не чувствуете, что я это сделал в своей жизни, уходите с лекции. Значит, вы зря тратите свое время. Понимаете? Нет? О чем я говорю сейчас? Нет? Ведический звук означает, что человек говорит от чистого сердца. Примеры не нужны. Если человек говорит от чистого сердца, значит он сделал это в своей жизни. А если не сделал, вы не чувствуете, что это правда. Зачем тогда сидеть? Потому что это пустая трата времени. Веды говорят, только тот, кто что-то сделал в своей жизни, может что-то поменять. Если человек не сделал, он не может дать истину человеку. Это просто болтовня. Пустая трата времени. Спасибо вам за вопрос, потому что он кое-что уточнил в некоторый момент. Скрыл как бы, потому что многие люди первый раз, они думают, ну вот что-то он трепет вообще. Сочиняет, что-то сидит. Я не сочиняю. Настоящая правда, она очень глубокая и тайная. Ее трудно понять. Кажется, что так не может быть с первого взгляда. Ну как это? Неужели нельзя трогать близкого человека? Он же обнаглеет. Почему он обнаглеет? Ты же... Это не значит, что ты унижаешься перед ним. Ты не унижаешься. Ты просто не мешаешь ему жить. Ты не унижаешься при этом. Он тебя пытается унизить, ты раз немножко отодвигаешься. Не согласен на такие отношения. Не надо соглашаться на плохие отношения. Допустим, близкий человек хочет тебя унизить, не надо унижаться. Но и при этом не мучить его. Кто лентяй? Жена лентяй? Вот это вот особенности отношений в наше время. Да, у мужчины близкий человек муж. Такое бывает. Сам про себя? Значит, все хорошо тогда у вас. Кто сказал? Что делать? Говорить об этом? Вы сказали, все, значит, Бог вас услышал. Вы смотрите, то есть вы сказали, если я лентяй, что делать? То есть правильно сказать, если я лентяй, что делать? Все. Потому что лентяй – это наказание свыше, понимаете? Это наказание. Вы наказаны своей судьбой таким образом. Но если вы восстали против этого, говорите, да, я лентяй, это означает, что вы перестанете быть таким. У вас придет знание в сердце, что на самом деле мужчине лучше не быть лентяем. Почему мужчина лентяй? Потому что он испытывает счастье от такой жизни. Ему кажется, так лучше жить. Его как бы настройка внутренняя так настроена. Он думает, так лучше жить в сердце. Но если вы уже сказали, нет, так не лучше жить, вы подняли руку и сказали, нет, значит, будет другая настройка. Придет время, и вы получите знание, что мужчине лучше сражаться за судьбу, идти вперед. Он больше счастлив в такой жизни. Промчался он, промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтоб наше небо было ясным, он навсегда остался в нем. Понимаете? Всем мужчинам нравятся такие песни. Потому что это настоящая мужская жизнь. Мужчина должен так жить. Он счастлив от этого. Счастлив в этой жизни и в следующей. Веды говорят, когда мужчина сражается, по-настоящему, и вдруг в этом сражении погибает, он в следующей жизни достигает высшего счастья. Поэтому самураи врезались в американские корабли на самолетах. Это описано в ведах. Это ведическая культура. Мужчина должен быть мужчиной. Он не должен ничего бояться. Он должен идти вперед. По отношению к себе тоже, к своему характеру. Прежде всего. Женщина по-другому должна жить. Она должна любить. Она не должна в работу над собой отдавать свою судьбу. Она должна строить отношения. Женщина живет по строительным отношениям. Женщина не может себя поменять. Она меняется только от любви. Она не может свой характер поменять, женщина. Потому что характер очень твердый, неизменный. Женская природа неизменная. Но если она учится любить, строить правильное отношение, любовь растапливает ее сердце. И она ведет себя так, как надо. Понимаете? Женщина не меняет себя. Вот сейчас особенность в наше время. Все женщины меняют себя. Так? А надо что менять? Надо менять отношения. То есть надо правильно себя вести, учиться. Означает проявлять любовь. Как я чувствую себя, не важно. Как я думаю, не важно. Важно, что надо позаботиться о мужа, постирать, приготовить. Стараться молиться в это время. Понимаете? Женщина должна в женских поступках правильных создавать отношения. Женщины часто... Ну, я не могу так поступать. Надо себя поменять, потом будут поступать правильно. Невозможно. Невозможно. Это не женский путь. Мужской путь — менять себя. Надо заставить себя жить правильно, мужчине. Заставить себя. Это мужской путь. Но в наше время особенность такая, что близкий человек не ведет себя как надо. Это особенность в наше время. Надо это признать и принять. Мы в такое время живем. Надо это принять. И тогда будет счастье уже. Опять, что, значит, невозможно быть счастливым в наше время? Возможно. Человек ко всему привыкает. Вот чтобы как бы не вытворял близкий человек, надо сначала это принять. Когда принял, уже вот и успокоился. Все. Принял свою жизнь, свою судьбу, успокоился. Все. Счастье уже есть. Ты спокойно живешь. Счастье означает спокойной жизни. Как принять? Хороший вопрос. Вот это уже означает, что вы серьезно к лекциям относитесь. Как принять? Невозможно самому принять. Человек может это сделать только с помощью высшей силы. Поэтому настоящие люди, они садятся и молятся святым людям. Они знают, что только святость может дать мне облегчение в жизни. Настоящая энергия счастья переходит от одного человека к другому. Понимаете, в этом мире ничего ни из чего не берется. Допустим, ты не можешь прощать, значит, ты не можешь прощать. Значит, ты никогда не простишь. Как простить? Молись святому человеку. Прощение придет само. Причем как надо молиться? Надо не о прощении молиться, а надо молиться о том, чтобы жить по его правилам, по его законам. Понимаете, молитва должна быть бескорыстной. Надо со святым человеком отношения строить, отвлечься от своей проблемы и думать о нем, о его жизни, о его судьбе, как он живет, хотеть таким же быть, служить ему, заботиться о нем в своем уме. В результате его чистота переходит к тебе. Ты бескорыстно ведешь себя, он тебе отдает свое бескорыстие, у тебя сразу проходит злоба на кого-то в сердце. Таков путь, единственный путь, который приводит человека к победе. Можно Богу молиться? Можно Богу? Разница заключается в том, в ведах, по крайней мере, так написано, я вам цитирую ведическое, есть Шамад Бхагава, там очень возвышенное произведение ведическое, там написано, что Бог, если человек называет себя преданным Бога, значит, Бог его не считает своим преданным. Бог считает своим преданным того, кто предан его слуге. Почему? Потому что мы гордые очень, мы хотим напрямую Богу, это как преданное гордости. А ты подчини себя тому, кто себя Богу подчинил. Это означает уже смирение. Бог любит смиренных людей, Он не любит гордых, потому что Он сам смиренный. Хотите, я вам докажу, что Он смиренный? Вы Его видели, нет? Нет. А Он управляет каждой клеточкой вашего организма сейчас. Вы контролируете, что у вас там внутри происходит, нет? Вы только съели что-то, да? А потом раз, обнаружили, что надо куда-то идти, да? Раз, потом, и все, и легко стало. И люди невежественные думают, что это все происходит автоматически. Они думают, ну это просто работает автомат, система работает, автоматически все происходит. Они не знают, что веды описывают, что есть сверхдуша, а представительство Бога в сердце человека. И она контролирует все процессы, которые происходят в организме. А невежественные любят, думают, что это все само собой происходит. Вот в этом тупость человеческая заключается. Тупость. И эту тупость очень трудно преодолеть. Видите, Бог не показывается перед нами. Знаете почему? Потому что мы не хотим его видеть здесь. Этот мир весь создан для того, чтобы жить без Бога. Веды это описывают. Поэтому он не трогает нас. Он очень деликатный. Значает смирение. Ну это такая уже очень сложная тема для обсуждения. Она всегда вызывает очень трудность большую в человеческих сердцах, потому что здесь на эту тему говорить очень сложно. Потому что мы не хотим Бога в своей жизни. Мы не хотим независимости. Мы рождены для независимости. Поэтому говорить о зависимости очень трудно. Но если посмотреть на свою жизнь честно, то мы полностью зависимы. Полностью. Мы сами себя не рожали. Кто сам себя родил, поднимите. Кто сам себя не родил. Мы сами себя также из этого мира в основном не забираем. Дальше. Мы не можем жить без воздуха, без воды, без пищи. Мы полностью зависимы от того, что здесь происходит, без солнца. Так мы полностью зависимы. Мы в зависимости полной находимся. И у нас что-то внутри такое дергается. Да фигня это все. Все равно как бы... Я крутой. То есть вот эта вот идея каждой суслику себя на поле агроном, она как бы у нас заложена ведь очень глубоко внутри. Мы все агрономы здесь. В этом проблема. И поэтому все страдания человеческие возникают. Страдания от чего? Что мы не хотим признать, вот это мой муж, это мое наказание. Ведь люди как раньше под венец-то шли, они это все знали, они плакали. Плакали, под венец шли, потому что наказание мое со мной идет рядом. А потом счастливы были. Сначала поплачешь, потом счастливы будешь. Почему? Потому что ты уже принял все, принял судьбу, и с этого момента счастье наступает. Вот кто принял своего близкого человека таким, какой он есть? Поднимите руку. И что, вы несчастны? Нормально? Нормально. Вы приняли? Нормально жить? Во. Это значит, что она не только приняла, она уже начала менять себя. Она говорит, нормально, значит приняла, но себя еще не меняет. Меняете? Значит, во уже становится. Это закон, понимаете? Здесь нет никаких вариантов. Начали менять себя, жизнь счастливой становится. Потому что счастье внутри человека находится. Счастье — это отношение с Богом. Вы начали менять себя, Он в вашем сердце обрадовался, и это счастье выходит наружу. Потому что веды говорят, счастье принадлежит той же силе, которая дает нам совесть. Та же самая сила, которая дает совесть человеку, она же является той силой, которая дает человеку счастье. Поэтому для того, чтобы быть счастливым, не надо там снаружи ничего менять. Надо вот здесь начать менять, и сразу выходит изнутри счастье. Вот она это уже узнала, эта женщина. В отношениях с детьми такой же принцип. Мы хотим наслаждаться детьми. А что надо делать? Оставить их в покое. Пускай развиваются сами. Мы чего от них хотим? Пятерок. Там, где они развиваются, они пятерки получают. Этим не занимайся. Занимайся тем, где двойки. Означает. Занимайся тем, чем тебе не надо заниматься. Почему? Потому что я хочу пятерок. Я не хочу, чтобы ты развился. Я хочу пятерок. То же самое. Эгоизм. Разрушает детей в результате. Ребенок вообще ничего не хочет. Значит, вы тоже вообще ничего не хотите. Ребенок живет в той среде, которую создал родители. Вы хотите работать над собой, нет? Вы работаете? Уверены? Стараетесь? Вот насколько вы стараетесь, настолько он тоже будет стараться. Ребенка нет же своего разума. Они живут в той среде, в которой живут родители. Ребенок отражает среду. Родители начинают работать над собой, ребенок тоже работает над собой. Родители не работают, просто расслабляются в жизни, балдеют. Дети тоже будут балдеть. Вы не расслабляйтесь, он расслабляется, я понял. То есть вы пашите на работе, да, он сидит дома, занимается своими делами. Он вам показывает, что вы не туда идете в жизни. Потому что если вы будете работать над собой все-таки, тогда он перестанет плевать потолок. Понимаете, человек должен силы основные свои направлять на работу над собой, а не на то, что упахиваться на работе. Понимаете? Тогда ребенок по-другому начинает себя вести. У него сердце тоже открывается. То есть козел, если он, да? Становится козлом, да? Плохим человеком, редиской, да? Смотрите, мы ненавидим людей окружающих, да? Злимся на них, ведем себя грубо с ними. Ребенок, значит, становится грубым. Мы делаем больно людям, он делает больно нам. Ребенок — это отражение нашей жизни. Вот смотрите, сейчас я вам объясню. Когда родители, ну, люди поженились, они живут друг с другом. Они не могут друг другу помочь, исправить друг друга. Почему? Потому что они стараются, защищаются друг от друга, ругаются, они друг друга исправить не могут. Кто их исправит? Ребенок. Как он это сделает? Беспределом. Потому что мы к ребенку привязаны еще сильнее, чем к близкому человеку. Ребенок рождается маленький. Как он будет нас исправлять? Как он заставит нас служить? Воплями. Спасибо за комментарии. Маленький. Видите, ребенок, он начал помогать мне лекцию читать. Совсем маленький. Несколько месяцев. Вот. Как ребенок сделает нас смиренными, научит нас прощать людям? Как ребенок научит прощать людям? Очень просто. Он начнет курить. Все. Когда ребенок начинает курить, с ним ничего не сделаешь. Потому что он неразумный. Остается что сделать? Простить ему. А если не простишь, он так будет курить. Он еще пить потом начнет, потом бить начнет. В тюрьму сядет. То есть, видите, дети, они неразумные. Поэтому они беспредельные по своей природе. Они будут мучить до последнего. Если как бы ты можешь бросить мужа, он тебя мучает, то ребенка ты уже не бросишь. Так? Он тебя будет мучить до последнего. И тебе придется или прощать его начать и работать над собой, или еще хуже и хуже, и хуже и хуже будет. И до бесконечности. Поэтому карма отношений с детьми еще более тяжелая, чем карма отношений между мужем и женой. И особенность этой кармы в отношении в наше время такова, что в основном дети мучают своих родителей. Мучают, потому что есть за что. Теперь вы спросите меня, а если не за что, тогда перестают мучить. Вот, допустим, вы исправили свой недостаток, ребенок бросил курить. Почему? Просто марионетка в руках нашей судьбы. И все. Теперь вопрос заключается в том, о каком случае мы портим жизнь своим детям. В каком случае? Когда мы не работаем над собой. Мы не работаем над собой, мы портим жизнь своим детям. Смотрите, мы не работаем над собой. Над кем мы начинаем работать? Над кем-то же работать надо? Над кем мы начинаем работать? Над близким человеком. Что это называется? Это называется скандал. Дети страдают от этого сразу, очень сильно страдают. Дети страдают, что они делают? Они нас начинают мучить. В результате получается большая овчарня, трехкомнатная квартира. Три собаки выбегают, как бы вместе гавкают друг на друга. И вот раз, папка по комнатам и сидят. Смотрят телесериал о счастливой семейной жизни. Санта-Беллиберда, 556 серия. Посмотрели, и потом дальше опять гавкают друг на друга, опять в телевизор. Три телевизора в трехкомнатной квартире. У ребенка интернет уже, не телевизор. Так мы живем. Мы зарываемся в телевизор, вместо того, чтобы сидеть молиться, заниматься духовной практикой. Мы чем занимаемся? Мы развлекаемся. Сидим и просто ищем развлечения. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. О, задело. Все, мое. Пошло наслаждать мои чувства, смотрю. Ну, надоело. Давай посмотрим в другом месте где-нибудь. А в это время жизнь проходит. И для чего она предназначена? Для работы над собой. Для того, чтобы стать счастливым. Жизнь предназначена для этого. Но счастье в телевизоре не заключается. Счастье возникает, когда человек работает над собой. Он молится, устанавливает. Работание над собой не означает издевательство. Поверьте мне, это не издевательство. Это настоящий нектар. Настоящая жизнь. Да, человек по-настоящему вкусил счастье закаливания. Он испытывает счастье от закаливания. Но сначала яд идет, тяжело закалится. Потом нектар. Правильно. Сначала яд постов идет. Тяжело посты соблюдать. Потом нектар. Человек чувствует от постов нектар. Сначала яд идет от того, чтобы прощать и молиться. Потом нектар. Молитва становится очень сладкой. Человеку нравится думать о хорошем в другом человеке. Так постепенно он расцветает. Становится счастливым в жизни очень. Но по телевизору это не показывают. Потому что для чего нужен телевизор? Для того, чтобы удовлетворять наши эгоистические желания. На этом строится весь бизнес современный. Для этого нужны телевизоры, интернеты. Нигде не говорится о самосовершенствовании, потому что эта тема какая? Невыгодная. Я пытался в Москве сделать 6 лет передачу о семейных отношениях. Как только узнавали, о чем я буду говорить, сразу все отказывались. Говорят, это не будет востребовано. Мы не сможем сделать успешную популярную передачу. Почему? Потому что выгодно показывать только то, что развлекает людей. Поэтому телевизор это не то место, где мы счастье можем получить. К сожалению. Хотя должно быть тем местом. Средства информации должны быть предназначены для развития людей. Это развитие, это единственное. Я помню, я приезжал на одно телевидение. Там постоянно шли передачи по медицине, по развитию людей. Различные передачи по развитию. Очень хорошее телевидение. Как называется? Я уже забыл. А? Здесь в Москве есть такой канал один. Постоянно передачи вот такие по развитию идут. Ну, я уже забыл, не понял. Ну, ладно, не важно.